Всем хорошего дня, с вами самостройщик Леха. Я продолжаю возводить свой дом. И сегодня расскажу, как я монтировал второй этаж. Ну, погнали! Монтаж второго этажа значительно отличается от монтажа первого. В первых, высота. Без временных полов скакать очень-очень сложно. Ну, также вес кирпича никуда не делся. Ну, а в-третьих, кирпич уже не берешь с соседнего ряда, с соседнего поддона. А его сначала нужно поднять на второй этаж. Потом уже разнести по периметру и только потом монтировать. Это пока первые четыре ряда. Пока не нужно ставить поддоны и боковую. После возведения первого этажа, рука более-менее научилась уложить газоблоки правильно. Но так как кирпичи постоянно приходится поднимать снизу наверх на сокращение времени, так как это не сказывается вообще. Недолго помучавшись с прыганием по балкам без временного пола, я понял, что сэкономить на черновом поле не получится. И пришлось купить еще один куб досок, а это 10 тысяч рублей. 9500 я отдал в закуп досок второго сорта. Это потому что Москва. И плюс 500 рублей еще была доставка. Взял я именно второй сорт, потому что первый сорт переплачивать я не вижу смысла. После того, как я поднял доски на второй этаж, я не все целиком застелил, а застелил только те зоны, где будет непосредственно работать. В основном центральные зоны я оставил не застельными, чтобы можно было поднимать и опускать какие-то материалы. Что может быть проще, поднять доски на второй этаж, застелить их на перекрытие и начать работать. Как бы там ни было, как ты работаешь один, время уходит гораздо больше, чтобы подать, поднести, распилить, отнести, подержать. Где-то на то, чтобы застелить весь этаж, и у меня ушло 3 часа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда есть пол под ногами, уже намного приятнее ходить и работать, не опасаясь, что ты уйдешь вниз, и на этом твоя стройка прекратится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, как большинство всех, во время стройки вылезли некоторые инциденты и проблемы. Которых, в принципе, не планировалось. Я планировал поднять второй этаж на метр и сделать мансарду. Но, посмотрев по ютубу много роликов, пообщавшись с людьми, выяснил, что сделать холодный чердак, либо мансарду, цена значительно варьируется. Чтобы сделать теплую мансарду, в которой можно, в принципе, жить с окнами, нужно потратить почти полторы крыши с холодным чердаком. То есть сумма растает в полтора раза. Было принято просто закупить еще на 50 тысяч газоблока и сделать полноценный холодный чердак. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, обговорили, решили. Будем делать холодный чердак. Все. Нужно закупить оставшийся газоблок. Стал искать и выяснилось очень интересно. Так как я один, строю потихоньку, то кадры, которые сейчас видите, это уже конец августа. Летность была теплая, более-менее. Мне нужен газоблок. Оказалось, что ближе к осени ценам газоблока растут. Причем в геометрической прогрессии. Это раз. А во-вторых, склады оказываются пустые. И чтобы купить блок, нужно сначала внести предоплату, а потом уже ждать месяц, пока изготовят и привезут. Другими словами, моего блока марки D400 625-250 на 400 нет в Москве. Только на заказ. И только по стопроцентной предоплате. Так как я с предоплатой не дружу, для меня это вообще считаю, что это развод. Я обходил практически все рынки в округе. И пришлось взять то, что есть. Я взял марку D500 и блок не 400, а 300. Так я покупал арматуру не на рынке, а на стройке. Получается там в 2,5 раза дешевле. То мне ее, в принципе, в излишки девать некуда было. И я армировал просто через ряд. Таким же способом, как я показывал в предыдущих видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за разницы блоков получилась такая, типа, интерьерная фишка. Нижний блок после до пятого ряда у меня толщина 400, а верхний пошли 300 уже. И через такая 10-см ступенька. Чтобы ее не было видно снаружи, я сделал уклон внутрь. То есть, вы сейчас видите, как я делаю армопоезд, схожу к распроекту ступеньки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, кстати, так необычно получилось. Что благодаря этой ступеньке я практически не хватил никакие козлы и подставки для второго этажа. Я просто вставал на нее и по ней ходил. Без того, что она толщиной 10 сантиметров, то, в принципе, нога там свободно ходила. Единственное, было неудобно. Я делал специальную стремянку, чтобы поднять блоки на ряд. И потом уже залезал на ряд и бегал по ряду. В принципе, получалось неожиданно проще, чем я представлял себе, когда буду делать настилы такие высокие. Опять-то, мучиться на первом этаже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, основные стены я закончил. Осталось сделать только центральную. Так как я отказался от самораспорной крыши, то есть мансарды, я просто взял блоки и поставил боком. То есть, и цеплял уже основным к несущим стенам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, финиш уже близко. Я вот сейчас вам показываю, как я делал. Получается, если не считать армопояс, то последний ряд второго этажа. Сейчас расскажу подробно, как я его цеплял к основной несущей стене. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы центральная стена никуда не убежала, я ее стыковал с несущей. С помощью обычной сетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, грубо говоря, просто сделал 4 отверстия гвоздем, не дрелем, запихивал туда дюбеля. Дюбеля крепил в сетку и сетку сажал на клей, на песчаный клей под газоблот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Этой сетки у меня, в принципе, много. Я покупал ее для всего дома. Я думал, что буду этой сеткой армировать ряды. Но потом уже знал, что люди армируют арматурой, тоже, в принципе, неплохо. Но вот только почему не стал использовать сетку, потому что если армировать каждый ряд сеткой, то, получается, каждый следующий ряд нужно подпиливать, потому что раствор плюс сетка не идеально ровно ложится в блок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, стены надеться никуда не могут, если есть армопояса. У меня есть армопояс в начале второго этажа, и сейчас будет уже армопояс под крышей. Так что, в принципе, боятся за то, чтобы стены разъедутся, куда-то уедут. Ну, не нужен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все. Уже виден, в принципе, финал стройки. Я, наконец-то, закончил второй этаж. В следующем видео я буду делать уже армопояс второго этажа и под крышу. Ну, с вами был Леха. Всем хорошего дня. Увидимся с вами ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова